Всем привет, друзья! Сегодня у меня садовый влог, в первой части которого речь пойдет о моем желтом кипарисовике, о котором давно вам хотела рассказать, о его названии, о уходе за ним и так далее. Все проблемы, все, что знаю, все расскажу. И во второй части своего видео я буду печь пирог из простого, очень легкого дрожжевого теста. Оставайтесь со мной и смотрите, кому что интересно. Кипарисовик горохоплодный плюмоза ауре. Именно такое название имеет этот желтый кипарисовик. У меня в саду растет примерно около 20 лет. Имеет высоту небольшую, приблизительно 3 метра. На данный момент это потому, что сила роста именно у этого кипарисовика довольно небольшая. Растет медленно. Годовой перерост составляет всего лишь 20 сантиметров в высоту и в ширину около 10 сантиметров. Это очень мало, тем более, что мой кипарисовик уже был пересажен один раз и довольно во взрослом состоянии. Думаю, ему на тот момент было примерно лет 8. Поэтому мой кипарисовик имеет совсем небольшую высоту. Хвоя на протяжении года свой цвет не меняет. Даже наоборот. В зимний период она становится еще ярче, более яркого желтого цвета. И это очень красиво. Особенно красиво в компании других хвойных растений. Кстати говоря, растет кипарисовик, может расти кипарисовик у вас в саду до 300 лет. И вырастать за эти 300 лет в высоту до 15 метров. В диаметре крона может быть 5 метров. Мой, конечно, уже широковатый. В диаметре его крона достигает примерно 2,5 метра. Беспроблемным это растение назвать не могу. Дело в том, что требует, во-первых, хорошую почву. Почва должна быть либо нейтральной, либо слабо кислой. Реакции. Не должно быть застоя влаги, но нужен постоянный полив. Поэтому лучше высаживать на небольшой возвышенности и регулярно поливать. Что я и делаю. Я в жаркое летнее время постоянно его поливаю. Для того, чтобы не сохла его хвоя. Очень много сбрасывает хвои во время хвоепада. И сейчас, в данный момент, можно увидеть на кипарисовике внутри веток посохшую хвою. Это хвоепад. В верхней части кипарисовика есть поражение другого характера. Это уже не хвоепад. Его хвоя поражена на концах. Она побурела. И я долго разбиралась с этим. Что бы это могло быть? Обрабатывала фунгицидами от грибковых заболеваний. Обрабатывала от вредителей. Но эти поражения появлялись снова и снова время от времени. Да, на некоторое время они исчезают. И я сделала такой вывод. Просто верхняя часть кипарисовика находится на продуваемом месте. Она находится практически на сквозняке. Между двух домов и над забором. Поэтому и страдает. Этот сорт кипарисовика Плюмоза аурея нельзя высаживать на сквозняках, на продуваемых местах, лучше в защищенном от ветра месте. Насколько легко размножается этот кипарисовик? Размножала его черенками три года подряд. И только один год был успешным. И то из трех черенков у меня укоренился только один. Конечно, количество было небольшое. Всего три черенка. Но из трех укоренился один. И за три года, которые он у меня растет, он вырос примерно в три раза. При помощи таких пластиковых ящиков я спасала свой кипарисовик от тяжелого снега, чтобы он его не сломал. Зона зимостойкости этого кипарисовика пятая, шестая. Так что делайте вывод сами, подходит он для вашего сада или не подходит. И я хочу показать вам рецепт одного простого теста. Я вообще люблю кухню, люблю печь. Но я люблю такие, скажем так, более простые рецепты, когда делаешь все очень быстро. Получается очень вкусно. И тесто такое универсальное. Есть у меня такой рецепт пирога. Я его готовила уже много-много раз. Тесто простое. В него не требуется даже яйца дрожжевое. Я делала такой пирог с капустой. Его можно делать с любой начинкой. Лучше всего с капустой, если это соленый пирог. Также я его делала с вишней. Но, честно говоря, это пирог такой, скажем, не сладкий. Хотя можно его там сделать послаще. Например, дать более сладкую начинку и сверху засыпать сахарную пудру. Думала вначале сегодня испечь, честно говоря, с вареньем. Есть у меня абрикосовый конфитюр, есть у меня еще там разные остатки варенья. Но потом почему-то передумала. У меня много замороженных ягод. Поэтому разморозила ягоды и буду сегодня печь пирог с ягодами. Я приготовила для этого ягоды голубики. Это, кстати говоря, моя голубика с моих кустов. Я приготовила малину, замороженная малина. Она уже практически размёрзлась. Сейчас, пока подойдёт тесто, ягоды будут уже готовы к использованию. Для этого пирога нам потребуется всего очень мало. Всего лишь 450, 430-450 граммов уже просеянной муки. Я уже просеяла муку. 100 миллилитров подсолнечного, либо другого растительного масла. 1 столовая ложка сахара, но только ложка с горкой. 1 чайная ложка соли, 250 миллилитров тёплого молока. Я его сейчас буду греть. И 7 грамм сухих дрожжей. И это всё. Для начала нужно сделать опару. В мисочку я выливаю разогретое молоко. Добавляю сюда сахар. 1 ложка сахара с горкой. Сюда же высыпаю дрожжи. У меня вот такие дрожжи. 7 граммов. Вот так вот это всё перевешиваю. Муку я беру из общего количества уже просеянной муки. Вот так вот. 4 столовых ложки муки. Итого 4 ложки. И ставлю в тёплое место для того, чтобы оно подошло. Это у нас опара. Я поставила на ту кастрюльку, в которой я грела молоко. Она тёплая. И тёплая ещё конфорка. Сейчас она у меня здесь очень быстро подойдёт. Опара очень хорошо поднялась. Посмотрите. Её нужно уже срочно вымешивать с мукой. То есть замешивать тесто. Вначале я добавлю масло. Сюда в опару. Растительное масло. Вы помните, у меня 100 грамм растительного масла. Теперь добавлю соль. Здесь чуть меньше чайной ложки. Потому что я всё-таки делаю с такой сладкой, скажем так, начинкой. И буду постепенно добавлять муку. Знаете, очень многое зависит от муки. Не всегда нужно именно 450 граммов муки. Может быть, понадобится немножечко меньше. У меня чистый стол. Поэтому я выкладываю сейчас тесто на стол. А теперь, чем состоит моя хитрость? Моя хитрость состоит в том, что сейчас я это тесто положу в хлебопечь. И выставлю на программу замешивания теста. У меня есть такая программа. Это программа для пиццы. Она считается программой для пиццы. Это замешивание теста без выпекания. И она на протяжении более чем одного часа будет его потихоньку перемешивать и подогревать. И тесто очень-очень хорошо подойдёт. А я тем временем приготовлю начинку для своего пирога. Сейчас подумала, что сделаю я немножечко другую начинку. Не хочу использовать малину. Она растаяла. Она имеет очень много сока. Очень жидкая. Я решила использовать размороженную, уже дрелёванную вишню. У меня есть размороженная, уже дрелёванная вишня. Сегодня как раз утром её разморозила. Ну и, конечно, голубику. Но вишню я приготовлю немножечко, немножечко приготовлю для начинки. Скажем так, сделаю её с крахмалом. Для этого я уже отделила от замороженной вишни вишнёвый сок. Слила, через ситечко его процедила. Отдельно дрелёванная вишня, а отдельно у меня сок. Теперь, как я буду готовить вот эту начинку. Я приготовила сковородку. Сковородка должна быть, посуда вообще, должна быть желательно широкая и низкая, для того, чтобы быстро испарялась влага из неё. Сейчас разогрею сковородку. Вот ещё немножечко сока осталось. Сейчас он испарится. Вот так вот на сковородке я её сейчас подержу минут 5. Мне понадобится крахмал, желательно кукурузный крахмал. Мне нужно примерно 25-30 грамм кукурузного крахмала. Лучше, если это будет 25 граммов. 25 грамм крахмала – это полная столовая ложка. Я беру полную, с горкой, столовую ложку крахмала. Теперь этот крахмал нужно развести вот этим соком, который я слила с вишни. Развела крахмал в соке вишни. Уже нет комочков. Сейчас, когда пройдёт 5 минут, я волью этот крахмал сюда, в эту вишню. Тихо, морти! Теперь варим это до загустения. Это недолго. Сейчас всё закипит, и крахмал начнёт загущаться. Сюда же добавляю сахар. По вкусу. Крахмал уже сгустился. Можно выключать и дать ему остыть. Так, друзья, мы разделили наше тесто на две части. Одна часть немножко поменьше, раза в полтора, и вторая побольше, которую я раскатала уже в круг. Эту я прикрыла, а эту раскатала в круг. Величина круга зависит от вашей формы, размер формы, плюс добавляем несколько, ну где-то 3 сантиметра на бортик. Сейчас поймёте, почему. Я пойду принесу свою форму. Я буду выпекать свой пирог вот в таком жаростойком блюде. Его нужно смазать немножечко растительным маслом. По-моему, я переборщила. Немножечко. Смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто. Вот так. Мне кажется, начинки у меня очень много. Ничего страшного. Придётся сделать ещё один пирог. А можно и всю положить. Будет такой ягодный, очень ягодный. А сверху я ещё положу немного голубики. Тесто очень мягкое, очень эластичное. Очень эластичное, хорошее тесто. Этот круг должен быть размером поменьше. Вот, кстати говоря, у меня есть такая штучка, такой коврик. И здесь можно сделать по размеру. Какого нужно размера нам круг. Потому что здесь есть в сантиметрах 25, 27, 30, 32, 35, 37. Но я не замерила. Этим слоем я накрываю сверху ягоды. И сейчас буду защипывать. Но защипывать как? Приподнимать нижний и вот так прищипывать к верхнему. Легонечко, вот так тоненько, только по краю прищипываем, чтобы не был толстым край. Вот так у меня получилось. Сейчас на данном этапе я его закрою крышкой. У меня есть большая стеклянная крышка от сковородки. И включаю духовку. Пока нагреется духовка, пройдет минут 15 и уже можно ставить его в духовку. Пирог у меня расстоялся. Он немножечко еще подошел. Сейчас я его наколю вилкой и присыплю немножечко мукой. Вилкой наколю чуть-чуть, буквально немножко. И немножечко, совсем чуть-чуть, присыплю мукой. Я никогда не смазываю яйцом. Мне почему-то не нравится. Мне больше нравится, когда смазан именно мукой. Присыпаю немножко мукой. Сейчас в духовку на 40 минут при 180 градусах. Потом покажу, какой он получился. В общем, искала тарелочку, на которую положить пирог. И нашла тарелку. Это тарелка еще моей мамы. Вот я помню себя с детства. Это тарелка из моего детства. Когда мне было еще 9 лет. Эти тарелки у нас уже были. Может быть, даже и раньше. Но я просто помню, как мы переехали в новую квартиру. И вот эти тарелки у нас были уже в новой квартире. И решила сейчас положить в эту тарелочку свой пирог. Давайте я при вас его и разрежу. Очень вкусный, мягкий пирог. Совершенно не сладкое тесто. Но за счет того, что я сделала вишневый конфитюр, пирог очень даже сладкий. То есть сахара достаточно, скажем так. Не сладкий, но сахара достаточно. Конечно же, это не праздничный пирог. Но, тем не менее, друзья, пирог красивый, вкусный и легкий в изготовлении. Но, по правде сказать, вот с капустой он мне понравился больше. В общем, пирогом я довольна. Всем рекомендую делать вот такое тесто. Очень быстро. Тесто хорошее, мягкое и подойдет для любой начинки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok